История нашей следующей героини удивляет и вдохновляет. Она прекрасная художница и рукам подвластен любой жанр. Живопись, рельеф, барельеф, вышивка, ювелирное мастерство – это можно перечислять бесконечно. Искусство подарило новую жизнь. Далее в сюжете. Марзия Мухаммеджанова встретила нас с улыбкой и счастьем в глазах от наполненности жизни. Это потом мы узнали, что буквально недавно она встала на ноги. Ее путь художника начался в 7 лет. Тогда она воплощала в рисунки, статуэтки и вышивки свои гениальные идеи. Позже стала бесценным сотрудником на фарфоровом заводе, украшая росписью сувениры. Рисовала мультипликационных героев на стенах в детском саду. В 96-м профессионально занималась рельефом и барельефом – росписью потолков и стен. Трагедия произошла в 2013-м. Упала с высоты. Диагноз – перелом позвоночника. Я долго не могла ходить. Многие вещи я делала лежа в постели. Когда у меня возможности было двигаться, я брала компьютер или планшет, рисовала компьютерную графику. Я все передавала то, что у меня всегда внутри. Когда мне плохо, когда мне хорошо, когда мне радостно. Творчество занимает моей жизнью, наверное, почти все. Своё внутреннее состояние я всегда могу выразить на своем творении. И жизнь кажется очень красочной. Палитра красок очень сильная. Творчество спасло и не только ее. Спустя три года после падения Марзии падает ее супруг. Тоже художник. Тоже во время росписи потолка. И снова диагноз – перелом позвоночника. Многие думали, что на этом творчество семейной пары завершилось. Но нет. Они рисовали и творили, лежа в кровати, сидя на инвалидном кресле. Их поддерживали четыре дочери, девять внуков, друзья и множество клиентов. И это был не кризис, а скорее изоляция, но с большим вдохновением, рвением и любовью к искусству. Столько лет в супружеской жизни мы счастливы. Говорят же же. Бог создает пару. Мы друг другу помогаем, мы друг другу поддерживаем. Я хочу, чтобы у меня супруг на ноги поднялся. И чтобы у меня дети, внуки радовали, чтобы они были здоровы. Их квартира как маленькая галерея. Каждый рисунок и барельеф на стене как воспоминания. Женщина не перестает изучать новые техники. Оттого и стиль ее неповторим. Ей предлагают открыть собственную студию, расписать стены в известных ресторанах, создать статуэтки на заказ. Но она пока откладывает это на другой день. Потому что сегодня важно спокойствие и здоровье. Вдохновение не готово выходить за пределы родных стен. Саня Кубжасарова, Павел Соловьев, Жанбул Болтаев, Кокще, Ахпарат.